Президент Садар Джапаров сегодня посетил столичный рынок Дордой и Ожский базар. Первым делом глава государства осмотрел торговые объекты. Увидев неожиданное появление главы государства, граждане сразу же окружили Джапарова и поспешили задать ему ряд интересующих вопросов. Одной из главных тем стало внедрение системы контрольно-кассовой машины. Садар Джапаров отметил, что ранее Кабмин провёл слабую информационную работу по нему, из-за чего возникла такая ситуация. По словам Джапарова, эта система обводится с целью искоренения контрабанды и ввоза неучтённого товара. Выслушав торговцев, глава государства пояснил, что предприниматели с невысоким товарооборотом смогут работать через мобильное приложение в своём смартфоне. Контрольно-кассовая машина обязательно будет для крупных торговых центров. Малый бизнес с оборотом до 8 миллионов сомов освобождается от налогов. Необходимо только применять контрольно-кассовую машину. Если ваша выручка не доходит до 8 миллионов сомов, то вы ничего не платите – ни патент, ни налог. В случае, если доход превысит и дойдёт до 30 миллионов сомов, то рассматриваем разные варианты ставок в зависимости от специфики деятельности. В настоящее время работает рабочая группа, которая разрабатывает индивидуальные условия введения контрольно-кассовых машин для представителей малого и среднего бизнеса. По словам торговцев, выручка 80% предпринимателей не доходит до 8 миллионов. Многие предприниматели признались, что в силу своей недостаточной информированности восприняли нововведения скептически. Но в целом большинство из них, выслушав преимущества ввода кассовых аппаратов, выразили готовность работать по ней. При этом они отметили, что при введении контрольно-кассовых машин необходимо учитывать сегмент розничной и оптовой торговли, а также исходить из индивидуальных особенностей, реализуемого товаром. Спасибо вам. Никто в такой холод из Лосе не соизволил бы прийти. Здесь мы работаем по 10 часов. Главное желание торговцев – это остаться с единым налогом. Сейчас многие предприниматели на вашей стороне. Хотим выразить вам благодарность за то, что решаете наши проблемы. Воспользовавшись случаем, предприниматели смогли задать президенту и другие вопросы. Одни жаловались на отсутствие торговых мест, другие – на стихийную торговлю. Глава государства выслушал каждого и поручил соответствующим государственным органам держать на контроле озвученные просьбы горожан.